Медитация 325 Глубина Один единственный момент может стать вечностью, потому что вопрос не в длительности, вопрос в глубине. Время. Нужно понять, что время развивается в длину, медитация в глубину. Время длится. За одним моментом следует другой, за другим следует третий. Ряд, линия, линейный процесс. Но человек движется на одном и том же плане, на горизонтальном плане. Проходит один момент, проходит другой, но горизонтальный план остается прежним. В моменты глубины вдруг вы соскальзываете вниз. Или, с вашего позволения, я скажу, соскальзываете вверх, что одно и то же. Вы больше не горизонтальный. Теперь вы вертикальный. Вы совершаете поворот. Внезапно вы скальзываете из линейного процесса. Становится страшно, потому что ум существует только на горизонтальном плане. Ум пугается. Куда вы движетесь? Это похоже на смерть. Это похоже на безумие. Для ума возможны только два толкования. Или вы сходите с ума, или умираете. Оба сценария внушают страх. И в некотором смысле оба они оправданы. Вы умираете для ума. И таким образом первое толкование правильно. И умираете для эго. И в определенном смысле вы сходите с ума. Потому что движетесь за пределы ума, который считает всякое душевное здоровье своей монополией. И думает, что душевное здоровье возможно только в его пределах. А все, что за его пределами, считает безумным. Вы переступаете границу. Пересекаете опасную черту. И, кто знает, может быть, переступив, вы больше не вернетесь. Но когда вы выскальзываете за пределы горизонтальной линии, открывается вечность. Время исчезает. Один момент может быть равен вечности. Как будто время останавливается. Все движение существования останавливается. Потому что прекращается мотивация. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...